17-й Всероссийский научно-образовательный форум «Мать и Дитя» проходил с 27 по 30 сентября в Москве в выставочном центре «Крокус-Экспо». В нем приняли участие свыше 2000 специалистов из более чем 40 регионов России. В рамках мероприятия состоялся Всероссийский научно-образовательный конгресс «Ультразвуковая и лучевая диагностика в акушерстве, гинекологии и перенитологии», «Шестая научно-практическая конференция. Невынашивание беременности, социальная проблема, медицинские решения. Это не только традиция, но и замечательная реальность», отметил в комментарии Первому медицинскому каналу в день открытия форума руководитель его научной программы академик Геннадий Сухих. Как всегда, этот форум содержит классические какие-то части, как пленарные лекции академиков и в поле зрения не только акушерства, гинекологии, репродуктологии, но относительно новым в этом форуме является четырехдневный конгресс по визуальной диагностике, где будет выступать очень много ярких людей, потому что визуальная диагностика и имидж диагностика в широком плане, это не только ультразвук, это ядерно-магнитный резонанс, это КТ с высоким уровнем разрешения, это все страницы современного развития технологий. Конечно, мы будем обсуждать вопросы при эклампсии, постоянные потери беременности, преждевременных родов, которые будут сочетаться с очень мощной секцией по реанимации новорожденных, особенно с экстремально низкой массой. В рамках этого я бы хотел сказать и отметить особый доклад, называется «Первые шаги, национальный опыт и опыт регионов» по использованию клеточных технологий для реанимации новорожденных, для того, чтобы спасти головной мозг после длительной гипоксии или каких-то сложностей родового процесса. И мне очень приятно, что это не только будет доклад от нашего центра, но это будут региональные доклады. Мне кажется, что мы правильно делаем, что расширяем ту часть, которая называется «вумогательные репродуктивные технологии», потому что прошедшее общество национальной репродукции показало огромный интерес. В стране открываются сейчас, по-моему, 158 клиник, которые выполняют ЭКО. И этот год был насыщен такими достаточно юбилейными датами, как рождение, 30-летие рождения первого ребенка Лены в нашем центре, 25-летие создания национального общества репродуктологов и 20-летие создания регистра, который очень многое делает в этой специальности. Почему здесь много народа на Конгрессе? Чему, конечно, мы очень рады. Это значит, что люди верят в нас, это люди приезжают и слышат что-то новое. Люди посещали, участники посещали предконгрессный тур и день, который прошел у нас в центре, он был посвящен акушерству, там был тренинг поликлинический, акушерской помощи, и там был очень важный тренинг, который касался именно визуальных методов диагностики. В основном это был ядерно-магнитный резонанс. Обращу особое внимание, что второй раз на нашем Конгрессе участвует общество или лига акушеров и старших сестер. И мы с вами понимаем, что, к сожалению, мы об этом очень важном части нашего профессионального сообщества забывали в предыдущие годы. И я очень рад, что мы это восстановили. Очень этим гордимся, пествуем это общество и понимаем, что это очень правильно по точке зрения профессионального их развития или нашего развития и с точки зрения этики профессиональных отношений. На форуме «Мать и дитя» в этом году было представлено и совершенно новое направление – фитальная хирургия. Редчайшие операции в этой области проводятся и российскими специалистами. Многие центры сегодня идут своими шагами в этом направлении. Большие результаты по лечению петрофитального синдрома – это при монохориальной двойне, когда синдром донор-эципиент этой, и различные центры. И при диапрагмальных грыжах, кресовых, копчиковых, тератомах. И мы представляли нашу работу в области патологии спинобифидов. Патология – позвоночник, который ведет к серьезной инвалидизации детей на вооруженных в виде нарушения функции тазовых органов и отсутствия работы нижней конечности. Мы сделали эту операцию буквально 4-5 месяцев назад. Таких пациентов немного, это достаточно редкие, во всем редкие операции. Делают несколько центров во всем мире. Она прошла у нас успешно. Нам удалось скоррегировать дефект, нам удалось пролонгировать беременность до 37 недель. Родился мальчик, которого назвали Саша, который, конечно, остается проблема, но эти проблемы не в той степени, если бы не произвели эту операцию. По традиции участники форума «Мать и дитя» имели возможность ознакомиться с достижениями ведущих российских и зарубежных производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования на международной специализированной выставке «Охрана здоровья матери и ребенка», проходившей в те же дни на территории Крокус-Экспо.